Юрий Нуштаев. Мои мысли о нашей профессии. Юрий Нуштаев. Об объединении всех способов производства работ в рамках единой системы технологии двойного фальца. Цель статьи – ввести понятие ручной технологии, шаблонной технологии и работе по выкройке для описания работы по технологии двойного фальца, как о единой системе. Юрий Если послушать профессионалов нашего дела, то можно услышать абсолютно противоположное мнение об одних и тех же понятиях. Юрий Самые распространенные темы для споров – это обсуждение количества необходимого в работе инструмента, способа формирования объемных деталей покрытия и отношения к внешнему виду полученных результатов. При этом адепты конкретных методик готовы биться на смерть, отстаивая свои убеждения. Юрий Разберемся, так ли необходимы эти споры и не вредят ли они самой профессии. Тем более, что людей, по-настоящему увлеченных технологией двойного фальца, так мало. Общее описание ручной, шаблонной и выкраичной технологий. При кажущемся многообразии способов формирования деталей покрытия, по технологии двойного фальца, на самом деле, можно выделить три основные группы. Ручной способ – формирование деталей из заготовок простой формы, лист или лист, согнутый вдоль одной линии, в построчных условиях, на кровле и с использованием минимального набора инструментов. Отличительной особенностью такого способа является формирование деталей, закладыванием изгибов складок конвертов свободной формы, в виде изгибов округлой формы, использование принципа формирования окончательного вида детали и отдельных ее участков по месту. Шаблонный способ предусматривает изготовление шаблонов отдельных участков деталей, в месте формирования складок и, соответственно, всей детали в целом. Особенностью является изготовление шаблонов половин углов, кто в курсе, поймет, и применение этого набора для реализации серии повторяющихся изделий и для получения заготовки максимальной готовности. Уточнение положения линий гибов складок по месту практически не производится. Выкраичная технология Технология получения заготовок деталей узла кровельного покрытия, которые при сборке точно соответствуют как друг другу, так и месту расположения узла на кровле в целом. Только этот способ позволяет добиться максимально качественного изготовления деталей узла при их минимальной обработке с использованием инструментов. При использовании в икраичной технологии минимизируется воздействие частями инструментов на поверхность заготовки детали при формировании изгибов на ее поверхности, что может иметь большое значение при работе с такими капризными материалами, как алюминий или титанцинк. В итоге можно представить технологию двойного фальца как систему координат, в которой нулевому значению координатной линии абсцисс X соответствует положению ручной технологии. За ней на той же оси располагается участок, соответствующий шаблонной технологии, после чего идет участок в икраичной технологии. Разделение и смещение по высоте, по линии ординат Y, нет каждой из участков, формирует свое поле вариантов по оси ординат. Выводы, которые можно сделать при рассмотрении предлагаемой модели технологии двойного фальца. Вспомним, что технология двойного фальца – это комплекс действий, связанных единой целью получения качественного результата в деле устройства покрытия из тонколистового металла. Следует разделять эти действия на связанные с проектированием самих узлов покрытия, этап первый, связанные с их узлов, непосредственным изготовлением, этап второй. Если рассматривать действия мастера-кровельщика на этих этапах производства работ, то можно прийти к выводу о том, что мастерство во владении профессией – это умение мастера спроектировать узел покрытия и реализовать его на кровле в полном соответствии с канонами технологии двойного фальца. Проделать такую работу в полном объеме в минимальный отрезок рабочего времени может далеко не каждый из кровельщиков, и происходит, в одном случае, разделение кровельщиков в составе бригад на специалистов одной операции и руководящий центр, а в другом случае, при работе в более-менее однородном по уровню подготовки коллективе, может произойти упрощение технологии и появление формального отношения к производимым работам, работаю, как научили. Как результат, для обеих случаев мы имеем в итоге персонализацию подхода в деле определения технологии производства работ. Будет иметь место упрощения подходов, связанное с уровнем подготовки кровельщиков-исполнителей. Фактор, который может приостановить бесконечное упрощение и ускорение работ, становится личная заинтересованность в результате работ во внешнем виде и надежности, как самого мастера, так и заказчика. Только в этом случае мастерам-кровельщикам максимально задействуется профессиональная подготовка и используется накопленный багаж знаний для получения наиболее качественного результата. В этот момент происходит замена более производительных способов на более качественные. Формирование деталей по месту становится неприемлемым из-за того, что невозможно добиться идеального внешнего вида детали, корректируя положение ее частей по месту. Для решения задачи привлекаются способы формирования деталей с применением шаблонов и выкроек как более качественные методы. Центр производства сложных деталей переносится под кровлю или в мастерскую. В работе уже не применяются инструменты, используемые при ручном подходе и их применение очень ограничено. Все больше используется станочное оборудование. Построение выкроек и использование шаблонов позволяют получать точную разметку положения сгибов закладываемых складок. Сами складки, в итоге, имеют правильную, четкую форму и их изменения в процессе сборки деталей уже не требуются. С другой стороны, перенос центра производства сложных узлов кровли, деталей облицовки, помещения мастерской, позволяет по-другому организовать производство работ силами кровельной компании на потоке, разделив задачи между коллективами и отдельными мастерами. Какие выводы можно сделать из этого перечисления фактов? Первое – это то, что единая технология двойного фальца структурно является объединением трех разных подходов в один и тот же момент времени на одном и том же объекте. Второе – скорость производства работ с использованием этих методов, ручном, шаблонном и выкроечном, обратно пропорциональна их качеству. При ручном способе скорость максимальна, при выкроечном, об удовлетворительной скорости производства работ говорить не приходится. В качестве промежуточного решения используется применение шаблонного способа. Третье – применение точных методов формирования покрытия, обусловлено типом используемого кровельного покрытия. Как говорится, что хорошо для стали, абсолютно неприемлемо для алюминия или цинк-титана. Поясню. Использование ручного способа формирования деталей для таких материалов, как алюминий и цинк-титан, требует особо мастерского подхода в работе кровельщика, так как требует формирование детали в одно касание. То есть, при ручном способе формирования изгибов поверхности заготовки, из этих материалов необходимо делать их ручным инструментом, буквально с одного подхода, не допуская многократно повторяющегося перегиба материала заготовки в противоположных направлениях вдоль одной линии гиба. Такое по силам только мастерам, которые заранее знают, что им нужно добиться, не тратя усилия на эксперименты. И это, в свою очередь, связано с их высокой квалификацией, из чего напрашивается еще один вывод. Четвертое. Мастерам следует считать кровельщика, который добивается качественного результата даже при работе, ручным методом. Пятое. Для обеспечения качественного изготовления деталей покрытия и отдельных узлов при работе кровельщиков среднего уровня, на уровне работ мастеров-кровельщиков следует применять точные, шаблонные и выкроичные методы. В этом случае становится доступной организация работы коллектива-середнячков по производству деталей улов и самого покрытия кровли в виде параллельных потоков технологических операций для достижения их максимального качества. Также можно соотнести скорость производимых работ и их качество на достаточно высоком уровне. Но это уже задача руководителя, организатора таких работ. Шестое. Из-за различий в целях и требованиях к результатам работ, становится понятным разделение на противоположные по смыслу способы организации работ на ручные и точные, что допустимо в одном случае, не годится для другого. Определяющий, объединяющий вывод, нет плохих и хороших методов, есть необходимые в данной конкретной ситуации. Седьмое. Экономическое. В связи со всем ранее сказанным, становится понятно, что стоимость кровельных работ, производимых по технологии двойного фальца, должна варьироваться в зависимости от выдвинутых требований заказчика и предложенной исполнителями вариант организации работ. Для чего? Во-первых, нужно правильно информировать заказчика о том, что стоят в действительности его заявленные требования и во-вторых, сама бригада мастеров должна соотносить свои возможности с ожидаемым результатом, если, конечно, не идет речь об откровенном мошенничестве с их стороны. Восьмое. Из-за того, что определяется разделение на простые и сложные методы организации работ на кровле, мастера-кровельщики должны понимать свой уровень квалификации и при необходимости стремиться к его повышению. В качестве помощи таким кровельщикам может быть предложено участие во всевозможных конкурсах и турнирах. Дело даже не в том, о суде кто, а в том, что в таких ситуациях очень быстро приходит понимание собственного места в сообществе профессионалов и выработка направления движения в сторону повышения качества, скорости или необходимости внесения изменений в организацию своей работы. Девятое. При рассмотрении предложенного описания технологий становится понятным, что разделение на технологии начального или высокого уровня достаточно условно и связано только со способностями мастера-кровельщика, их производящего. Можно выполнить идеальную деталь, используя ручной подход при производстве работ, но можно убить деталь при ее изготовлении в условиях мастерской по точному методу. По-видимому, нужно говорить о мастерстве, как об обладании всеми из перечисленных способов, когда кровельщикам достигается качественный результат при использовании любого из подходов. В качестве дополнительного вывода может служить вывод о том, что при вовлечении в нашу профессию кровельщиков и смежных профессиональных групп может быть достаточно быстро определен набор знаний, которыми им нужно овладеть, для работы по технологии двойного фальца. А, самое главное, им может быть предложен путь во владении профессией с описанием достоинств и недостатков того или иного подхода. Делом начинающего фальцевика становятся овладения способами формирования заготовок деталей, понимания их работы в составе узла и рост качества производимых работ по мере увеличения навыков и знаний об устройстве фальцевой кровли. Субтитры подогнал «Симон»